Камеру включите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Мы должны убедиться, что все в сборе, все на месте. Вы нас хорошо видите. Да, прекрасно вижу, слышу. Хорошо. Коллеги, сегодня у нас заседание диссертационного совета. Как вы видите, все члены совета в сборе присутствуют. Мы заслушаем диссертацию Астраханцева Два Николаевича на тему Нябелева, Фермиона и Тедуана, Супергавитация, представленная на соискании ученой степени кандидата физмат-наук по специальности 133, теоретическая физика. Ведущая организация, международная межправительственная организация ОИИ и научный руководитель Мусаев Эдвард Толоклович, кандидат физмат-наук, старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Московского физико-технического института. Ну, тогда вот слово передаем ученому-секретарю, пожалуйста. Диссертация опубликована 26 апреля 2023 года с отчетом о проверке на текстовые заимства. Автор реферат опубликован 26 апреля 2023 года. Отзыв научного руководителя Мусаева Эдварда Толокловича, кандидат физмат-наук, старший научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий Московского физико-технического института. Заключение организации, где проводилась опробация, это также МФТИ. Первый отзыв Бухбиндера Иосифа Львовича, доктора физмат-наук, профессора, директора научно-образовательного центра теоретической физики Томского государственного педагогического университета. Второй отзыв. Быкова Дмитрия Владимировича, доктора физмат-наук, ведущего научный сотрудника отдела теоретической физики Магематического института имени Стеклова, Российской академии наук. Диплом магистра об окончании МФТИ, кандидатские экзамены со следующими оценками. Иностранный язык отличный, история, философия, науки, физмат-наук отлично, теоретическая физика отлично. Документы были предоставлены, опубликованы на сайте МФТИ срок и соответствуют требованиям положения о присуждении ученого степени кандидата наук, доктора наук в МФТИ. Атраханцев Лев Николаевич принял в защите протокола голосования экспертного совета по физико-математическому наук и медицинационной комиссии МФТИ и фронт 2023-28-25 апреля 2023 года. На сайте опубликованы письменные заключения по содержанию диссертации, которые были подготовлены членами диссертационного совета. В заключении Белоусова Юрия Михайловича, председатель диссертационного совета, доктор физико-наук, профессор кафедры теоретической физики Московского технического института, заключение Алкалаева Константина Борисовича, доктора физико-наук, ведущего научной сотрудника, заместитель руководителя отделения теоретической физики физического института имени Лев Дюварран, заключение Морозова Андрея Алексеевича, доктора физико-наук, ведущего научной сотрудника, лаборатория методов математической физики и теории информации, Институт проблем передачи информации Курчатовский комплекс теоретической специальной физики, лаборатории математической и теоретической изфиксированы Московского физ ко-технического института. В заключении 저희가 Стерьяна Константина Викторовича, Доктора физико-наук強. В заключении kita Литtuенко Андрома Parteth Comun Jackuv slip Шнира Якуновам Михайловича, , Ведущего нашего сотрудника лаборатории теоретической физики. На этом у нас все. Хорошо, Лев Николаевич, вам предоставляется 20 минут на доклад. Пожалуйста. Все, можно начинать? Да, начинаем. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо, что пришли на защиту моей диссертации. Большое вам спасибо за ваше предоставленное время. Итак, моя диссертация называется «Неабелева. Фермионная Т-дуальность суперкравитации». В течение доклада я постараюсь рассказать про основные положения, выносимые на защиту, и кратко объяснить, в чем их суть заключается. Итак, во-первых, был определен механизм построения Неабелева-Фермионной Т-дуальности на основе существования в теории фермионных изометрий. То есть, Неабелева-Фермионная Т-дуальность – это новая симметрия действия теории. Во-вторых, было доказано в общем случае, что Неабелева-Фермионная Т-дуальность переводит решение супергравитации в решение более общей теории, которая называется «Удвоенная теория поля». В-третьих, были найдены Неабелева-Фермионные Т-дуализированные решения для пространства Минковского, Дебраны и фундаментальной струны. И, наконец, в-четвертых, при анализе явных примеров был открыт особый класс решений, которые мы назвали негеометрические данные решения живут только в двойной теории поля. Итак, сначала я расскажу, что такое Абелева-Фермионная Т-дуальность, то есть симметрия дуальности, которая была давно известна. Расскажу, как при ней преобразуются поля супергравитации, а потом я рассмотрю ее Неабелева в обобщении. То, что было сделано в диссертации. Итак, чтобы изучать Абелеву-Фермионную Т-дуальность, нужно рассмотреть вот такое громадное действие. В формализме чистых спиноров данное действие, можно сказать, является улучшенным действием Грина-Жварца. Здесь фермионы являются независимыми переменами, то есть живут в пространстве времени. Ну, в этом действии каких полей только нет, но нам стоит обратить внимание только на второе и последнее слагаемое. В данном действии второе слагаемое содержит в себе рамон-рамоновские поля, то есть дифференциальные формы, а последнее действие содержит в себе делоток. Как раз-таки эти поля и будут меняться при фермионной Т-дуальности. Так, вот здесь как раз написано, что, например, суперполе P, которое записано, то есть индексы альфа и бета с чертой, это спинорные индексы в данном поле в нулевом порядке при разложении по фермионным координатам тета и тета-бар как раз живут рамон-рамоновские поля вместе с делотоном, где поле F альфа-бета, это называется биспинор, он как раз содержит в себе вот эти дифференциальные формы, которые сворачиваются с антисимметричными комбинациями из галломаток. Так, как преобразуются поля при фермионной Т-дуальности можно увидеть в списке формул 4. Здесь такие преобразования, можно сказать, что они являются фермионным аналогом процедуры Бушера, то есть как преобразуются поля при бозонной Т-дуальности, в данном случае же при фермионной Т-дуальности преобразуются уже суперполя. И также можно заметить, что делотон сдвигается с обратным знаком, благодаря чему была открыта самодуальность фона АДС5 на С5 при применении к нему цепочки фермионных и бозонных Т-дуальностей. Так, также если мы посмотрим на нулевой порядок при размножении по фермионным координатам, то можно увидеть, что будут меняться как раз-таки только рамон-рамоновские поля и делотон. Это вот отражено в формуле 5. Здесь также я для дальнейшего удобства обозначил нулевую компоненту суперполя Б как функцию С. Здесь индекс 1 является фермионовым индексом, то есть это означает, что мы вдоль спинора Киллинга сдвигаем первую фермионовую координату, вот это 1. Также здесь эпселин и эпселин с чертой означают спинора Киллинга, которые являются как раз-таки компонентами супертетрад. Так, и можно вот эту функцию С можно связать со спинорами Киллинга через соотношение на суперкручение. Причем как раз отличие формализма чистых спиноров от обычного действия Грина Шварца в том, что здесь благодаря БРСТ симметрии это соотношение, то есть кручение можно связать явно. То есть действие формализма чистых спиноров это такое действие записанное через суперполя, где разложение этих суперполей через обычные поля супергравитации выглядит явно. То есть прямо мы однозначно можем разложить суперполя через обычные поля супергравитации. То есть это позволяет рассмотреть фермионовые 2.0 в квариатном формализме через вот такие преобразования, которые написаны внизу. То есть мы задаем спинор, вдоль которого идет преобразование, находим функцию С, подставляем функцию С в форму внизу и получаем отсюда новые тедуализированные поля. Теперь, вот что составляет главный предмет изучения диссертационного исследования, можно рассмотреть неабелево расширение к данной фермионной тедуальности, которая была давно известна. Условие неабелевости означает, что теперь спинор киллинга не коммутирует сам с собой. То есть его квадрат не равен нулю. Можно показать, что его квадрат равен вектору киллинга, k с луной. И отсюда преобразование для абелевой... Можно написать преобразование самосогласованное для неабелевой фермионной тедуальности, как в системе 9. То есть если мы полагаем вектор k с волной равен нулю, то такие преобразования описывают обычную абелевую фермионную тедуальности. Если k с волной нулю не равен, то данные преобразования описывают уже неабелевую фермионную тедуальности. То есть в данном случае мы также выбираем спинор киллинга, находим вектора k и k с волной, подставляем их в систему 9, находим функцию c, и через функцию c находим новые поля в теории. И также на функцию c еще появятся ограничения, следующие из самосогласованности вот этой более общей теории, которая получается, удвоенная теория поля. Это вот в самом низу, которые называются, такие ограничения называются сече. Условия проекции. На данном слайде слева я изобразил такую простую схему, что неабелевая фермионная тедуальность переносит решение супергравитации в более общую теорию, которая оказывается удвоенной теорией поля. А справа я изобразил такую логическую цепочку, то есть что условия неабелевости также означают то, что у нас преобразование суперсимметрии то также не коммутирует само собой, оно коммутирует как раз на вот этот вектор киллинга, который теперь не нулевой. Также, то есть подбираем с геноры, находим вектор k с волной, находим вектор k, находим функцию c, и находим новые поля. Здесь также из вот этой нижней строчки видно, что у функции c появляется какая-то нетривиальная зависимость от дуальной координаты. Эта дуальная координата оказывается, что она лежит в удвоенной теории поля. Вот в дитератации было показано, точнее доказано в общем случае, что вот такие решения в результате преобразования являются решениями удвоенной теории поля, что соответствует второму пункту положений, выносимых на защиту. И так, наконец, стоит сказать пару слов, кто же такая это удвоенная теория поля. Значит, удвоенная теория поля это двадцатимерная теория формально, которая описывается действием 11, и также внутри нее есть обобщенная метрика 13. Значит, первое и второе слагаемые в действии 11 соответствуют, соответственно, Неве Шварцевскому и Рамон Рамоновскому секторам. Но, однако, данная теория эффективно все-таки является десятимерной теорией. То есть, если мы проварьируем действие 11 из уровня недвижения, получим решение. В общем случае, данное решение будет зависеть от 20 координат, но можно сделать поворот системы координат такой, что зависимость останется только от 10 координат нашего решения. То, что можно сделать такой поворот, определяется условием проекции. Это начало формулы 10, где вместо жирных точек можно подставить любые поля в теории. Данное условие проекции как раз-таки делает половину координат нединамическими. Итого, это я рассказал про первые два положения, выносимых на защиту. Теперь можно рассмотреть явные примеры, которые были исследованы. Начну я с пространства Минковского, самого простого примера, но на нем уже можно увидеть какие-то нетривиальные результаты. Для начала можно ввести базис для спиноров через символ Кронекера. То есть базис спинор это просто единичка на каком-то месте столбца. Если это... Я сейчас расскажу про геометрический пример. В каком смысле он геометрический? Если выбрать два спинора киллинга таким образом, то можно получить следующую функцию С, которая является суммой обычной координаты и дуальной, и новые рамон-рамоновские поля, которых раньше до этого не было. То есть мы получили ненулевой дилатон в теории и новые дифференциальные формы, которые к тому же зависят от дуальной координаты. Теперь, на самом деле, я могу через базонную т-дуальность зависимость от дуальной координаты убрать. То есть я делаю базонную т-дуальность вдоль х9. Тогда в результате такого преобразования решение обратно вернется в супергравитацию. То есть такое преобразование, когда мы сначала делаем неабелево-фермионную т-дуальность и замыкаем ее базонной т-дуальностью, можем назвать общей процедурой неабелево-фермионной т-дуальностью. То есть сначала мы сдвигаем фермионную координату вдоль спинора киллинга, а затем мы сдвигаем базонную координату вдоль вектора киллинга, который равен квадрату. И казалось бы, в результате такой, что такая процедура должна быть симметрией теории супергравитации, но оказывается, что не все так просто, что демонстрирует следующий пример, который я назвал негеометрический. То есть, если я выберу спинор и киллинг таким образом, один спинор просто занулив, то тогда я автоматически получаю нулевые дифференциальные формы, но получаю ненулевой дилатон, на который отвечает как раз-таки функция c. И вот из этой функции c уже невозможно убрать зависимость от дуальной координаты. Однако, можно сделать бозонную дуальность вдоль суммы координат x8 и x9, но тогда мы получим решение, у которого не существует риммновой метрики. То есть, в таком смысле, негеометрический пример заключается в том, что либо мы не можем избавиться от дуальной координаты, либо у решения не существует риммновой метрики. Сказанное иллюстрирует следующий рисунок, что в зеленых кружочках это множество геометрических решений, синяя стрелочка, две синие стрелочки это орбиты, так называемые орбиты бозонных дуальностей, и вот фермионная дуальность переносит нас на такую орбиту, что через бозонную дуальность мы обратно в зеленый кружочек, то есть в геометрические решения вернуться не сможем. В этом состоит негеометричность. Теперь можно рассмотреть более нетривиальный пример, то есть Дебрана, она сохраняет только половину суперсимметрии, поэтому все спиноры Киллинга выражаются через один спинор. Можно показать, что в данном случае функция С будет иметь такой вид, то есть для Дебраны мы можем тедуализировать только координату, лежащую на Бране. Также в этом случае не будет существовать негеометрических решений. Как явный пример можно рассмотреть Д3 Брану, взять такой спинор для нее, получим вот такую функцию С, где как раз дуальная координата Х1, это координата, лежащая на Бране, которая была дуализирована, и получаем новые Рамон-Рамоновские поля. То есть мы получили новые F1 и F3, формы которых раньше не было, и новые компоненты в 5 формах. В 5 формах. Теперь можно рассмотреть самый простой пример, в котором поле Кал-Барамона не равно нулю. Это пример фундаментальной струны. Он также сохраняет только половину всей суперсимметрии, и можно увидеть, что функция С в данном случае будет иметь вот такой вот вид, как на формуле 17, где А и В, большие буковки, являются константами, которые следуют просто из выбора спинора Киллинга. В данном случае могут существовать как геометрические решения, так и негеометрические. Геометрические решения это если А равно плюс-минус-Б, например, а негеометрические это если какая-то из этих констант равна нулю. В качестве конкретного примера можно рассмотреть фундаментальную струну в супергравитации типа 2А. Выбираем такой спинор, что А равно В равно единичке, тогда функция С равна вот такому выражению, как в формуле 18. Можно заметить, что она зависит от дуального времени. И также мы получаем новые поля, и, казалось бы, можно увидеть, что данное решение является вещественным, но оно на самом деле формально все-таки будет являться комплексным, потому что есть зависимость от дуального времени. Также здесь появляются новые дифференциальные формы, которых до этого раньше не было. m обозначает нуль форму, или ее еще называют массой Ромаса. В данном случае она равна нулю, но вообще говоря, она может также зависеть от дуальной координаты. В общем случае. Итак, это то, что я сейчас сказал, это соответствует третьему и четвертому пунктам положений, выносимых на защиту. И все. Большое спасибо вам, коллеги, за уделенное время. Спасибо, что пришли на защиту. Спасибо, Леонид Николаевич, вы прям уложились даже быстрее во времени. Так, насколько я понимаю, тут какие вопросы, собственно, по докладу есть? Есть вопросы по докладу? Вопросов по докладу нет. Тогда переходим к обсуждению. Значит, вопрос, замечание из отзывов. Замечание из отзыва Дуаузова Юрия Михайловича. В диссертационной работе вводится понятие условия проекции, как важного условия для существования узбойной теории поля. Однако на странице 42 говорится о слабом и сильном условии проекции, к которому они не были определены. Может быть, зачитаем, а потом не так было. В диссертации рассматривается преобразование, состоящее из одного бозонного и одного фирменного генераторов. Однако коммутационные соотношения для этих генераторов не описаны и не выписаны. В главе 3 рассматриваются различные примеры, иллюстрирующие применение полученных в главе 2 результатов для различных пространств. Однако выкладки проведены до конца только для простейших случаев. В частности, параграфы 3.3, первый раздел, заканчивая с вами, можно легко проникнуть. Так, то есть мне нужно пояснить за первый пункт узбойной проекции. То есть, чтобы удвоенная теория поля существовала, там обычно требуется самоциклословность ее алгебры. То есть нужно, чтобы коммутатор двух производных ли был равен разнице этих производных ли, примененных по отдельности. Данное условие как раз дает вот это условие проекции, которое в формуле 10 написано вначале. Ну, это общее свойство эффективных теорий. И, соответственно, есть слабые и сильные условия проекции. Слабые условия — это вторая производная, любой функция должна быть равна нулю, а сильные условия — это квадрат произведения производной и дуальные производные на поле. И, ну, то есть, ну, там в диссертации, по-моему, просто написано, что это условие существования. Вообще оно свойство, в первую очередь, оно свойство алгебраическое. Ну, то есть, вот эти два условия, одно называется слабым, другое? Да. Ну, вот так. Да, да. Про коммутационных соотношений на генераторах. Ну, они не выписаны. Все знают, что их наизусть. Они не проведены. Понятно. Так, ну и третье что-то там. Ну, я думаю, согласиться можно. Да, согласен. Замечание из отзыва Калайера Константином Борисовичем. Значит, замечание первое. При обсуждении оригинальных конструкций вместо ссылок на оригинальные работы в тех зачастую даются ссылки на обзорные работы. Например, при обсуждении объединения Т и Е с дуальности на странице 11, при обсуждении спектра струнных состояний на странице 11 и так далее. Замечание второе. Иногда пропускается объяснение обозначений. Как, например, в формуле 1.16, тельдованная переменная Х1. Также присутствуют неудачные переводы с английского, такие как перескалировать, перемасштабировать, действительные и вещественные. В диссертации проверяется, что найденные в результате применения ферменной Т и дуальности фоновые решения всегда удовлетворяют уравнение DFT. Но при этом могут не быть решениями супергравитации. Это продемонстрировано на ряде содержательных примеров. Есть ли какое-нибудь общее доказательство или аргумент в пользу этого утверждения? В четвертом замечании так обсуждается интересное явление неримновых решений, связанных с невыраженной матрицей обобщенной метрикой. Возможно ли вычисление и интерпретация ядра такой матрицей, а также выделение невыраженной части, которую так или иначе можно интерпретировать как римоновую метрику? Какая связь обсуждаем в диссертации негеометрическими решениями? Так, я уже забыл, какое замечание? Значит, ну первое это там по оформлению, в общем, да? Наверное, можно... Да не ссылок на оригинальные работы, а ссылки на обзорные, да, и предсказательные Т и дуальности. Ну это с собой шут. Да, применение. Так, из такого вот, значит, найденный результат применения ферменной Т-дуальности фоновые решения всегда удовлетворяют уравнение ДФТ, но при этом могут не быть решениями супергравитации. Продемонстрирую на ряде срежетных примеров. Есть ли какое-нибудь общее доказательство или аргумент в пользу этого утверждения? Ну то есть, я так понимаю, это утверждение про точно ли всегда будут существовать негеометрические решения в данном случае? Константин Парисович. Да, 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 совершенно верно. Ну, вообще говоря, это нет. То есть, что они будут существовать всегда. То есть, во всех случаях это не очевидно, тем более для ДБрана они не существуют, например. Но, то есть, тут, то есть, как бы в общем случае, как бы доказать, что они существуют, я не знаю. Тем более, что в общем случае они могут и не существовать, как в случае ДБраны. Но вообще их существование, оно есть. То есть было обновлено. Ну, скорее всего, это еще связано с тем, что у нас такая фермионная т-дуальность, что она, чтобы это была полная симметрия и супергравитация, она замыкается. То есть фермионный генератор замыкается бозонным генератором. Ну, то есть, как видно, такая симметрия не всегда супергравитацию переводит в супергравитацию. То есть какие-то решения, как оказывается, остаются в удвоенной теории боли. То есть тут, как бы, квантер не для всех, а именно квантер существует в данном случае. Ну, посудник это. Неревоторинный, да? Последние, неревоторские решения. Возможно ли вычисление интерпретации ядра такой матрицы, выраженной матрицы в общей метрике? А также выделение невыраженной части, которую, как иначе, можно интерпретировать как ременовую метрику. Какая связь с диссертацией негеометрическими решениями? Ну, то есть как раз, когда исследуют вот эти такие неревоторинные решения, как раз используется представление обобщенной метрики, что у него выделяется невырожденная часть и вырожденная часть через, там, ну, там, ну, грубо говоря, как через, через присоединенные электро. А тут, тут этого нет. Вот. Но физическую интерпретацию этого я не видел нигде. То есть это просто делается для удобства. То есть такая техническая деталь. Ну, то есть просто как матрицу разделить на вырожденную и невырожденную часть? Какая связь с негеометрическими решениями? Это нужно думать. То есть я... На эту тему не проводили? На эту тему исследований не проводили, да. Ну, правильно я понимаю, что выделение ядра и, соответственно, там, невырожденные части, так или иначе, все равно можно интерпретировать как метрику на каком-то подмногообразии? Ну, да. То есть прямая интерпретация такая будет. У нее это решение? Это решение удвоенной теории поля. Но не супергравитации. Но не супергравитации, да. Ну, вообще говоря, может быть и супергравитация в каких-то экзотических случаях, но точно удвоенной теории поля. То есть у нее... Ну, говорят, что в формализме такого B-фрейма решение может не существовать. Ну, то есть в виде формализма, где вот фоновая метрика с B-полем. То есть в таком вот виде может решение не существовать. Но с точки зрения обобщенной метрики решение существовать не будет. Что с этим упражнением делать? Это будет требовать дальнейших следований, да. Пока осталось наблюдение. Да. Все. Спасибо. Да, хорошие друзья. Замечание Зоцева Морозова Андрея Алексеевича. Что подразумевается под истинно негеометрическим фоном и конфигурациями, и какой бы их физический смысл? Ну, это как раз то, что было рассказано, что это решения целиком живущие в удвоенной теории поля. И через бозонную теорию дуальность мы эти решения в супергравитацию не переведем. То есть там есть классификация вот этих негеометрических решений. Почему они негеометрические? То есть решение считается геометрическим. Если его, если, ну, там так вводится поток, ну, как раз у промо-ромоновских поля, можно какой-то бозон этой дуальностью перевести в геометрические решения. Вот если так нельзя сделать, то эти решения называются негеометрические. В этом их смысл. Также в диссертации присутствует... А, секундочку. Все полученные решения являются комплексными, что вполне естественно для абелевой фермионной дуальности. Но для более общего случая интересно было поискать действительные решения. В диссертации доказано, что для случая одной фермионной изометрии все решения с необходимостью комплексные. Хотелось бы разбора случая с несколькими фермионными изометриями. Это вот как раз я сейчас этим занимаюсь, что можно взять несколько спиноров филинга разных и вроде как действительно очень может быть, что там будут действительные решения. То есть, ну, в общем случае мы берем несколько спиноров филинга и можно взять несколько векторов филинга. То есть, неабелю фермионную дуальности, как бы поженить с неабелевой базонной дуальности. Вот хотелось бы такое преобразование осмотреть. Также в диссертации присутствует некоторое количество опечаток, которые не влияют на содержание и положительную оценку работы. Замечание из отзыва Слепцова Алексея Васильевича. Первое замечание также про опечатки и стилистические неточности. Умеренное количество. Имеется ли физическая интерпретация полученных негеометрических решений удвоенной теории поля, не переходящих в решение супергравитации? Или их след отнеси, так сказать, паразитным или артефактным решениям удвоенной теории поля? Ну вот это хороший вопрос. Насколько они являются паразитными? То есть, еще раз повторюсь, на мой взгляд, тут существенную роль играет то, что у нас фермионный генератор замыкается бозонным генератором. То есть, что нам сначала нужно сделать фермионную дуальности, потом замыкать ее бозонную дуальности, чтобы у нас аудиоросуперсимметрия замкнулась. Ну и в данном случае, оказывается, есть такие решения, которые из удвоенной теории поля никуда не деваются. То есть, насколько они физические, насколько паразитны, это опять же вопрос дальнейших условий. Допускает ли удвоенная теория поля, использованная автором для построения негелева в общении фермионной дуальности, описание S-дуальности и ее возможных в общении? Ну то есть, обычно под S-дуальностью понимается симметрия, ну, ее изначально открыли в 2 для струны типа 2b, это симметрия группы SL2. Вообще говоря, удвоенной теории поля она не присутствует. Но есть более большие эффективные теории поля, которые содержат в себе U-дуальность. Вот U-дуальность, она также в себя S-дуальность включает, кроме T. Ну, это X-умма. Но вообще говоря, я видел статью не так давно, где была рассмотрена теория с группой, значит, ну, с обобщенной метрикой, которая вариант относительно группы O6-6 и как раз S-2. То есть, они для T-дуальности приделали S-дуальность. Но это все, еще раз, с точки зрения СИК-моделей, у кого вариантов, формализм я не видел. Такое. Есть ли вы? Замечание из отзыва Степаньянца Константина Викторовича. На мой взгляд, диссертация написана так, что крайне сложно ее понять. Значительные степени это связано со сложностью используемой тематики, однако также даже теорию струн можно излагать и основным, например, сделанным в книгах 1 и 2. Ну, здесь ссылки. Введение является излишне растянутым, так как цели и задачи исследования описываются только на странице 34. Супергравитация по определению это не низкоэнергетический предел теории базовой струны 1.1, как написано в странице 8, а теория, включающая гравитацию, инвариантное относительно преобразования суперсимметрии. При этом определенные теории супергравитации являются низкоэнергетическим пределом теории суперструн. Кстати, не помешал бы ухуднуть, какая теория супергравитации является низкоэнергетическим пределом М-теории. Ну, с первым данным замечанием, получается, я соглашусь. По поводу третьего замечания тогда, то есть я там не очень корректно написал, то есть я сначала рассматривал базовую струну, ну, понятное дело, там базовая струна, ввести изменях на вкладку туда в супергравитацию. для инвариантного шварцевского сектора. Я там просто имел в виду, что низкоэнергетическая теория струн, это как бы эффективная теория супергравитации. Я там дальше как раз пишу, что супергравитация, там можно еще фирмену добавить и так далее. Там просто это предложение, оно в предыдущем абзаце, а его надо было написать в следующем. Так что тоже сладим. И там третье замечание. И вот это новое. А, это новое. Для него я отвечаю. А, и, значит, низкоэнергетическое приближение М-теории это одиннадцатимерная супергравитация. То есть для нее там все более-менее известно. А написать в кварианном формализме М-теорию, как там действие, то есть теорию мембраны, это неизвестно еще. То есть такой задачи не ставят? Нет. Всех, ну, очень много кто ставит, но... Я не знаю. Ну, речь шла про одиннадцатимерную супергравитацию. Замечание из отзыва Шнира Яковлева Михайловича. Следующий. Да. Как отмечено автором, построенная в работе версия Няблева фирменной т. дуальности приводит к негеометрическим решениям двойной теории поля. При этом представляется, что на ложе дополнительное ограничение 2.5 по сути введены в т. хок и не следует из структуры самой теории. Ну, условия проекции, они на самом деле следуют самосогласованности. То есть, как раз то, что в начале я говорил, когда на вопрос отмечал. Ну, то есть, я бы не сказал, что это подход, но там есть несколько условий. То есть, первое условие – это алгебрическое, чтобы производная ЛИ была самосогласованная. И второе условие, что там, если такое условие не делать, там, по-моему, спектр бесконечно получается. То есть, это условие хорошее. Точнее, физическое. Второе. В работе отсутствует сравнительный анализ преобразования фирменной бозоны неабелевой т. дуальности, рассматривая их как преобразование фоновой десятимерной супергравитации с неабелевыми изометриями. Заметим, что детальный анализ вложения преобразования бозона неабелевой т. дуальности, рассматривая их в этом контексте, как преобразование генерируемой матрицей 10 на 10, в зависимости от координат дуальной теории. Двойную теорию поля в участии введен в работе и указана ссылка 2019 года, ссылка которой, к сожалению, отсутствует в диссертации. Ну, тут полностью соглашусь. Только, ну, что вот у катал Азеры у него все-таки рассмотрение, но для Сигвы моделей опять же. А у нас... Ну, то есть там очень большая работа была сделана по всяк-палу, практически по любым неабелевым т. дуальностям, но в Сигвы моделях. А в Сигвы моделях мы не знаем... Точнее, то есть, чем действие, которое Мерквиц написал для чисто раскидалгового формализма, оно лучше, чем в Сигвы модель Грина Шварца. Там, благодаря тому, что там BRST-симметрия есть и слить патентности оператора BRST, следует, что там разложение суперполей однозначно через поля субъектации. А в Сигвы модели неоднозначно. То есть, в Сигвы модели там есть такое условие на суперключение, его можно несколькими сборками получить. И непонятно, какой из них нужно выбрать. Хорошо. Дальше. Желательно было бы обсудить хотя бы кратко возможность построения в Общенной суперсимметричной неабилевой Т-дуальности в Общенной D равно 10 SUGRA по аналогии с недавним анализом работы и ссылка 1022 года, ссылка на которую также отсутствует диссертация. С этой ссылкой на самом деле то есть я эту работу видел, я не понимаю, почему я ссылку в диссертацию не добавил, потому что ссылка во вторых статьях она есть на эту работу. А так, да, мне Иванов Евгений Алексеевич предлагал для фона АБФ, ну то есть как раз для которого была придумана обобщенная суперсимметрация, вот тоже попробовать сделать Яберю Ферменову Д-два. Вот на А9 это получится. Текст работы изновлено на 106 страницах, однако содержательная часть с изложением оригинальных результатов наносимых на защиту составляет только 39 страниц, что представляется недостаточно для диссертации на сыскание ученых-исследовательных кандидата наук и последнее замечание про не очень хороший язык, довольно много ошибкунтации, опечаток и указанные примеры, особенно утручающие имеются опечатки в разделе 1.8 диссертации и оформленные списки литературы было крайне небрежно, в нем содержатся ссылки типа указанной ссылкой, видимо имеется в виду известная монография из-за издательства Кенпыша Университет Прест в 2004 году обобщен замечания Тут соглашусь со всем Наверное поленились больше написать содержательную часть но зато основное введение и пояснение постановка задачи недостаточно А на самом деле еще есть аппендикс в аппендиксе я там привел много выглоток основных но также то есть я там какие-то совсем простые преобразования не писал как раз то, что было ваше замечание потому что я там писал легко увидеть ну вот если бы написали легко увидеть объем был побольше но я думаю что вам стоит согласиться замечание ведущей организации у нас является уеяи как раз на мой взгляд результат диссертации написано так что понятие крайне сложно пардон пардон соглашусь да то есть это как раз уже было уже было подозначено во вторых помимо примеров применения абелева-фермиона этой дуальности рассмотра в главе 3 было бы полезно рассмотреть примеры так вызывающих наибольший интерес интегрированных фонов как фон лунина и мальдосена и также фон АБФ связанный с интегрированной этой деформацией суперструны именно этот последний фон не являясь решением стандартной ДСД супергравитации решает уравнение обобщенной супергравитации которая фактически была изобретена для корректного описания этого фона было бы интересно выяснить как он ведет себя под действием неабелева-фермиона дуальности ну и кроме того стоит некоторые небрежности в форме материала и указывается пример ну тут замечание соглашусь то есть да можно будучи рассмотреть фон АБФ или там если не получится можно там еще есть ну дуальник фон вот это Хароцейтин который называется они по-моему это деформация которая связана но там основная сложность то что там они в общем там есть некоторые сложности можно попробовать стараться преодолеть в будущем есть поле дальнейшая работа есть польза дальнейшая работа отзывы Булбиндера Иосифа Леонидовича замечаний нет и замечания одно из отзывов Быкова Дмитрия Владимировича отмечу что в будущем было бы интересно вывести закон преобразования полей обобщенные права Бушера непосредственно из сигма модели по аналогии с тем как ранее это было сделано по зонам лаберевских фермионных случаев кроме того любопытное наблюдение диссертации состоит в том что решения полученные в результате простейшей не обливают фермионные дуальности являются комплексными в рамках дальнейшего развития данного направления следует исследовать вопрос существования комбинаций преобразований при которых сохраняется вещественность этих решений ну вот это как раз таки было бы как раз главной целью моей является дальнейшей работы и так же еще можно вспомнить что есть интересная задача про самодавальность фона ADS4 на CP3 которая не была доказана но возможно ее можно доказать через дня или уфермионные т2 потому что мы как раз промежуточная остановка это удвоенная теория поля то есть если может быть у такого фона получится доказать самодавальность относительно общей процедуры неабилит ну так или иначе с одним базовым и с одним фермионным генератором либо с нескольким как получится это замечание частично пересекать ну на этом мы с замечанием с отзывом все переходим двигаемся дальше отзыв научного руководителя научного руководителя так написаем или сдадим слово научного руководителя конечно это льва льва находит такой общий пропоративный изучение вакуума на котором живет сумма и симметрия вакуума полного поляна которые можно положить и преобразование которое вакуума вакуума переводит и вот это определенная задувальность тоже одно из известных примеров это базовая задувальность которая поставила на плане а определенная задувальность придумана первая из других соображений из соображений изучения семейства определенных сложные но довольно простые вот там как вот процедированная статья Барсата Мульфа или непроцедированная замечание было написано на статье сейчас АВД которые делают следующие они берут известные вычисления для общего случая от этого вакуума неважно заменять позоны симметрии заменять на общий подводный фирмен здесь нет и вот в этом плане получается просто переложить все результаты названия на случай общий фирмен симметричный но не было до этого в литературе рассмотрено каких-то концептных примеров и на мой взгляд как раз вот эта деятельность наибольшую цену это конкретные примеры потому что она началась во-первых концептного примера и поскольку эти примеры они комплексные общее просто само по себе преобразование не представляет как физически она должна и хочется либо найти такой образований который делает действительный программ либо набор преобразований который каждый день делает комплекс но с чего делает действительное именно для этого нужно распасть соответствующий пример как раз занимался и вот он обнаружил разные интересные вещи то что там появляются геометрические гранды то что они для противного случая в Минковском они всегда комплексные то что некоторые что те геометрические могут сделаны формально геометрические независимы от дуаля координатного при этом диагностей метрики и вот эти результаты как-то они заслуживают достаточно высокой оценки интереса потому что они предоставляют почву для вот этих общих исследований того что делали люди только неуморяли ценность ну и не говоря о том что они делают для выход многообразия и в этом формализме который мы а еще мы обнаружили что там в этом формализме дальше можно действительно делать то что предлагалось Иваном Валентиновичем что можно дальше менять в общем с аргументацией с альбом я работал три года по-моему я помню четырех да первый год он работал другой темой и он довольно быстро стремительно ворвался в эту новую область и получил такие интересные результаты и в этом я считаю что его работа наслуживает самую процент позволный здесь ставится и безусловно это время спасибо отзывы отзывы десерт на реферат нет отзывов нет просто как бы из отзывов отмечено что замечания не снижают научно-практическую ценность работы и не ставят под сомнение полученный результат поскольку все поступившие отзывы положить на вопросы оглашены ранее с разрешением членов Совета считаю выводы отраженные в отзыве исключение организации где проводилась апробация отзывы отзыв за подписью доктора физмат-наук профессора Зайчука теоретической физики Ахмедова Эмиля Топикоглы отзыв утвержден кандидатом физмат-наук проректором по научной работе МФТ Баганов Виталий Монотович диссертация неабелева фермион-интедуальная супергравитация Астраханцева Льва Николаевич рекомендуется в защите на сыскание ученых кандидатов физмат-наук по специальности 1-3-3 теоретическая физика из отзыва ведущей организации международная межправительная организация объединенной студии ядерных исследований отзыв подписан доктором профессором начальником сектора 2 МФТ Иваном Алексеевичем утвержден доктором физмат-наук академиком ран директором ОИИ Трубниковым Григорием Владимировичем все вышеизвожное позволяет заключить что диссертация Льва Николаевича Астраханцева для фермиона федуальной супергравитации удовлетворяет всем требованиям положения о присуждении ученой степени кандидата наук доктора наук в МФТ и проявляем диссертацию с исками ученой степени кандидата физмат-наук по специальности 010303 теоретическая физика а соискатель заслуживает присуждение ученой степени кандидата физмат-наук по вышеуказанной специальности тут наверное 1-3-3 по привычке 010402 010303 хорошо спасибо уважаемые коллеги есть ли желающие выступить или продолжить дискуссию нет да желающие хорошо спасибо тогда Лев Николаевич вам представляется заключительное слово что еще раз всех хотел не последнее заключение вы можете еще кого-нибудь поблагодарить коллег семья персонально персонально конечно же хочу поблагодарить своего научного руководителя мусай мусайл мусайла доброго кублича я вам еще отдельно раз поблагодарю также еще отдельное спасибо Кириллу губереву за жаркие дискуссии по супер диссертация и тоже хотел бы поблагодарить свою семью мою мать и дядю спасибо спасибо хорошо коллеги ну вот мы заслушали диссертацию теперь нам как говорится нужно перейти к голосованию у нас получается что поскольку есть один из членов совета участвует онлайн поэтому голосование должно проходить онлайн да для того чтобы перед тем как начать голосование мы должны избрать счетную комиссию в составе трех человек ну вот какие могут быть предложения у меня есть предложения такие включить в состав счетной комиссии Морозова Андрея Алексеевича и Панянца Константин Викторовича ну и Якова Михайловича нет возражений тогда кто за мы должны проголосовать что мы за это все тогда комиссию мы избираем и приступаем к голосованию тогда просьба остаться здесь только только членов совета а гостей и соискателя просим подождать так и председатель счетной комиссии кто будет председатель вот они сейчас соберутся решат кто у них председатель мы же головой должны электронно я могу выйти за компьютером сходить конечно сходить все уже теперь мы пока раньше было пока они проголосовали ничего компьютера нет где-то сам есть да вот сейчас Светлана поможет я не знаю открытые линии просто вы должны на свою почту зайти надо как-то входить по-видимому да у меня просто компьютер с собой можете зайдите в свою почту и все и там увидите письмо и туда проголосуйте хорошо давайте попробуем поздно поздно включил под результат я надеюсь тут не очень все видите так 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 поздно поздно Субтитры делал DimaTorzok 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 Так, нам надо утвердить протокол Счетной комиссии Коллеги, кто за? Так, против Все единогласно, правильно? Итак, Лев Николаевич Решением диссертационного совета Вам присвоена Ученая степень кандидата ФИСМАТ наук по специальности 1.3.3.1.1.1 Поздравляю! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь, коллеги, нам нужно принять заключение по диссертации Проект заключения был роздан всем И там, насколько я понимаю, есть дикие замечания У меня есть замечания Пункт 14 где перечисляются замечания и вопросы в точности копируют пункт 13 Это, насколько я понимаю Замечание Константин Морисовича Алкалаева И, соответственно, тут нет его четвертого замечания, которое будет защитить А это старый файл диаз Ну, я говорю, что То есть, его надо формально 14 заменить на Ну, вот на новый, да На правильный Это надо учить Так, еще там где-то вот Ну, в принципе, да В 13-м пункте опечатка То есть, сказано, что Диссертации проверяются, что найденные в результате применения индивидуальности и формирования Решения всегда удовлетворяют Уравнение Больше нет? Ну, вроде бы других замечаний нет Тогда есть предложение Принять это заключение Нет разрешения? Ну, нам надо проголосовать Кто за Так, чтобы принять вот с учетом замечаний Вот это Против? Нет? Мы едем Всем И так Приняли заключение А теперь вот Все, на этом Наше заседание Закончено Спасибо Членам Совета И всем Принявшим участие Уделившим времени И Лев Николаевич Поздравляем Все, спасибо Все, желаем вам дальнейших успехов И вот Работать над теми Пожеланиями Замечаниями Чтобы через два года собрались Вместе Замечаниями Да Да Хорошо Все, спасибо Ну, это мы закончили